Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие друзья! Как много в мире есть прекрасных слов, от которых радуется душа. Одно из них, такое теплое и дорогое, мы знаем с самого детства. Это слово – мама. Его и произнес когда-то много веков назад один маленький мальчик. Что казалось бы в этом удивительного? А то, что в ту минуту перед ним стояла не родная мама, а совсем чужая женщина. Но такая же добрая и ласковая. В память об этом она и назвала своего приемного сына Мамонта. Мамонт – это тот, кто назвал ее мамой. Но где в ту пору были родители этого мальчика? Они незадолго до этого были, как христиане, брошены в темницу. Ведь тогда, в III веке по Рождестве Христовым, христианство жестоко преследовалось. В темнице они и скончались. Но перед самой кончиной в стенах мрачного каземата у них родился мальчик. Новорожденного младенца спасла однознатная и благочестивая женщина по имени Амия. Явился ей в сонном видении ангел Господень и повелел – иди в темницу, там ждет тебя сын. И Амия покорно повиновалась. Взяла она младенца в свой дом, воспитывала его с любовью и нежностью. Одно только огорчало ее – до пяти лет мальчик ничего не говорил. Но потом наступил тот самый прекрасный день, когда добрый Амия впервые услышал из его уст заветное слово – «Мама». Не удержалась она от слез, то были слезы радости и счастья. С того дня мальчик стал быстро взрослеть, а Амия отдала его в школу. Там он настолько превзошел своих ровесников, что все изумлялись его вовсе не детскому разуму. Мамонт самостоятельно прочел книги священного писания, да еще начал учить христианской вере языческих детей, своих одноклассников. Это не укрылась от взора учителей, и они донесли на Мамонта правителю той области. Тот вызвал его к себе и чрезвычайно поразился, ведь на его суд предстал совсем еще юный отрок, но такой умный и начитанный, что правитель не решился даже вступать с ним в спор о вере, а прямиком отправил его к самому императору Аврелиану. Тот, увидев столь образованного юношу, предложил ему многие почести и пообещал даже усыновить, но при одном условии. Мамонт должен был принести жертву языческим богам. Юноша, конечно, отказался. «Ничто не заменит мне Христа», – твердо сказал он. «Веру в него я впитал вместе с молоком матери». Тогда император страшно разгневался и приказал бросить его в море. Но повеление императора не было исполнено. Когда конвоиры подводили Мамонта к глубокой бухте, внезапно явившийся ангел освободил узника атаков. Воины в страхе разбежались. Ангел отвел юношу в глухую местность, близки Сарии, и заповедал там жить. Мамонт построил себе хижину и маленькую церковь. Каждое утро вставал он с позаранку и в песнопениях прославлял Господа. На его утренние гимны со всей округи собирались дикие звери. Грозные львы стояли в одном ряду с нежными ланями и козами. И эта дикая местность стала островком мира среди бушующего житейского моря. Но вскоре злые глаза и языки прокрались и туда. Заметили они уединенное жилище отшельника и известили о том правителе Кесарии. Однажды, когда мамонт оканчивал свое утреннее пение, к его хижине подскакали три воина. Увидев множество хищных зверей, они очень испугались. Не стали налагать на юношу узы, а лишь сообщили ему, что его вызывает правитель. Юноша отправился в город, а вслед за ним побрел туда огромный лев. Правитель Кесарии поставил мамонта перед выбором. Либо он приносит жертву идолам, либо отдадут его на съедение зверям. Юноша выбрал второе. Каково же было его удивление, когда на арену вышел тот самый лев, который сопровождал его до города. Он кротко лег у ног юноши, а потом в ярости бросился на жаждущих ужасного зрелища язычника. Увидев это, правитель приказал немедленно убить стоящего на арене христианина. Жрецы бросились выполнять повеление. Рана была смертельной. Теперь прибывает святой мученик со Христом на небесах, где уже нет никакого зла. Там нашли свое пристанище и его родители, и, конечно, праведная Амия, которую он сам нарек мамой. Как видите, друзья, в небесное царство вошли все добрые люди. Давайте и мы будем такими. Тогда и для нас двери этого царства не будут заперты. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok